На этом видео я хочу перевести еще один стих из книги Мишлей, самый конец 11 главы. Хен. Обычно, когда начинается какой-то стих на Хен, это своего рода Кальвахомер. Знаете, есть такое утверждение у Хазаль, что есть в Танахе 10 принципов тем более. Кальвахомер – это один из принципов интерпретации Торы, самый, казалось бы, очевидный из всех. Так, что если уж более Каль, более мягкий вариант работает каким-то образом, то уж тем более более строгий. Кальвахомер – от легкого к тяжелому, дословно. От менее очевидного к более очевидному. Если уж, например, один из таких Кальвахомеров – это не обязательно в Халахе, а, конечно, Кальвахомер обычно используется в законах. Но варианты, которые приводят, как примеры в Торе Кальвахомеров – это, скажем, если уж, говорят, братья Йосифа, мы вернули тебе те деньги, которые к нам в наши суммы попали когда-то, так тем более как же мы можем у тебя что-то еще воровать. Мы даже то, что к нам попало, мы признали и вернули назад, тем более, что мы не будем воровать что-то чужое. Таких вот есть примеров множества. На самом деле, комментаторы к Медрэшрабу спрашивают, почему Медрэш насчитывает только 10 Кальвахомеров. Их очень много, на самом деле, по всему Танаху, и как именно считать Медрэш ровно 10. Но, во всяком случае, слово «хэн», дословно «да», уж если, можно так перевести, «да уж цадик баарец ешулам» и праведнику-то на земле отплачивают, «ав кираша вихотэуш», тем более злодею и грешнику. То есть, простая интерпретация этого стиха следующая, что если уж мы видим, что даже праведники страдают в этом мире, то тем более не думайте, что если злодеям хорошо, то их никто никогда не накажет. Наверняка Всевышний накажет после смерти, потому что это Кальвахомер. Уж если праведник, мы-то знаем, что Всевышний справедлив, если уж праведник получает наказание за то немножко, что он может быть сделан не совсем правильно, как говорит Кохелет, да, «не цадик баарец», не бывает человека, который все делает абсолютно perfect, да, ничего никогда не делает неправильно. Так если уж праведнику Всевышний посылает страдания, то что можно сказать про злодея, да, что злодея уж точно свое наказание получит? Своего рода Кальвахомер. На самом деле, как раз это и есть старейший вопрос в отношении религии, о страдании праведников и о наслаждениях, которые получают злодеи. И я недавно переводил как раз вот из Мишины в Перкеавод, где утверждает Рабианай, что у нас нет возможности полностью объяснить это. Но в том-то и дело, в зависимости от того, с какой стороны подойти к этой проблеме, это может дать человеку хизук, да, наоборот, большей силой в том, чтобы стремиться к праведности. Или наоборот, то есть те люди, которые, увидев, что и праведнику в этом мире бывает плохо, и злодей, бывает, что наслаждается, и заключили, что значит Всевышний мир не судит, и можно делать все, что хочешь, наслаждаться, да, по максимуму и делать все, все то, что Тора запрещает, потому что все равно от того, что будешь праведной себя вести, не факт, что получишь награду. Получается, они как раз, увидев рекламу, так сказать, яцархары, да, людей, которые ведут себя неправильно, но при этом живут хорошо, заключили, что значит, не нужно особенно стараться в соблюдении. А с другой стороны, человек, думающий и понимающий, что Всевышний существует и что он управляет миром, а это можно доказать множеством способов, хотя бы из того, чтобы просто посмотреть на историю, в частности на еврейскую историю, посмотреть на то, как сложно мир создан, и сколько невероятно, невероятных событий должно было произойти, чтобы вообще жизнь появилась, да, жизнь какая-либо, а уж не говорю о человеческой жизни. Да, это все настолько четко показывает руку создателя, что не верить в это очень трудно. Ведь после всех этих лет, да, столько раз уже ученые думали, что они смогут как-то объяснить возникновение жизни без использования религии. Но это возле, но не там, как говорится, да, до сих пор, то есть сейчас в стандартных журналах типа Scientific American, в нормальных, которые совершенно не пытаются продвинуться религию, наоборот, многие из писателей на самом деле до сих пор не особенно верующие и надеются, что когда-нибудь ответ будет найден. Но реально они пишут, откровенно пишут, что пока ответ не найден. Как могла возникнуть жизнь, что это чрезвычайное везение, просто невероятное везение. Так во что легче поверить? В невероятное везение, вероятностью не один в миллиард, не один в триллион, а гораздо меньшей. Или же в то, что есть Создатель, который создал мир и нас в этом мире. Конечно, легче поверить в Создатель. Но тогда стоит вопрос, действительно, а почему Создатель посылает страдания праведникам и дает часто наслаждение злодеям? На это Рабианай, в Пиркел, говорит, что полностью мы не можем это понять. Да, и это, как говорит Хазаль, даже Моша не полностью мог понять. Одно из мнений в Хазаль, что Моша хотел это узнать, но Всевышнему сказал, что это ты не поймешь полностью. Но, и это не значит, что мы ничего не можем из этого выучить. Мы можем выучить, как говорит книга Мишлей, что Всевышний, если уж праведных так строго судит в этом мире, то что уж можно сказать про злодеев. Все в результате будет засчитано Творцом, который знает все дела и все помыслы. Поэтому грешнику нечего радоваться, что ему его пронесло, что он, допустим, жил жизнь полную грехов. И надеется, что как здесь пронесло, так и в будущем пронесет. Это не так. Если уж праведников Всевышний наказывает за их грехи, то тем более грешников. А где же тогда милосердие Всевышнего, спрашивает Рамхаль, как раз Моша Хайм Луцата, Мессиот Ишарим. Милосердие Всевышнего включает много разных концепций. Во-первых, человек, если согрешил, он может раскаяться. Это очень большой хэс, это большая доброта Всевышнего. Казалось бы и обратная правда, человек, который делал хорошее и раскаялся от своих добрых дел, передумал, согласно тому, да он не получит теперь награду за эти добрые дела. Но на самом деле уже этот вопрос задавали и Хофиц Хайм, и Рав Илханн Вассерман, и Рав Хутнер, Рав Ицкок Хутнер в Паха Ицкок. У них у всех есть свои ответы разные. В действительности, в чем тогда милосердие Всевышнего? Если просто так работает, что мыслями можно уничтожить акции, которые уже произошли даже, да, как бы исправить то, что уже произошло, будь то в хорошую или плохую сторону, то в чем же тогда милосердие, что тшува, да, возвращение так помогает? В чем тогда доброта Всевышнего? У Рава Хутнера очень интересный ответ, здесь много есть ответов, и у Рава Хутнера ответ фактически такой, что действительно, если, скажем, убить живое, в этом чудо никакого нету. А вот возродить мертвое – это чудо. Поэтому человек, который, скажем, раскаялся от хороших дел, в этом не нужно чудо, что теперь не имеет эти дела. Он фактически уничтожил живое, уничтожил те искорки хорошего, которые он создал своими добрыми делами. А вот обратно, если человек раскаивается, так сказать, от плохого, что он сделал, да, он жалеет, что он сделал плохое, это действительно чудо, что этим можно каким-то образом уничтожить плохое и возродить хорошее. Потому что это сравнимо с возвращением мертвым к жизни в каком-то смысле. Поэтому это не симметрично на самом деле. Логика бы подсказывала, что хорошее можно уничтожить даже задним числом, ретроактивный, как говорят по-английски. А вот плохое невозможно заменить на хорошее задним числом. Что уже человек уничтожил своими акциями, как можно это возродить? Поэтому это особое чудо, что Всевышний сделал тшуву, да, что можно и раскаяться. Поэтому Всевышний действительно милосердный. Он, во-первых, дал нам возможность раскаяться, дает нам время, не сразу наказывает. Да и наказание часто смягчено. Это все, как говорит Рамхаль, указывает на милосердие Всевышнего. Но это не значит, что он полностью ватран, как говорит НСМСКИ, тому, что он не ватран. Он не прощает полностью, если человек не раскаивается и ничего не делает. Только потому, по доброте, так сказать, своей. Просто так Всевышний не прощает. Но он действительно очень готов работать с человеком. Если человек сам хотя бы пытается раскаяться, то Всевышний ему помогает всячески. И с помощью раскаяния можно очень многое изменить и исправить испорченное. И это действительно огромное милосердие Всевышнего. Но те, кто не исправились, они, так сказать, не могут рассчитывать на просто милосердие от того, что Всевышний добрый. Кстати, иногда некоторым смешно, но я именно так и слышал от одного человека. У нас были знакомые, не соблюдающие, но, во всяком случае, верующие и близкие к религии. Таких очень много. Я их называю непрактикующими ортодоксальными евреями. Они сами некоторые себя так называют. В смысле, что они по вере ортодоксальной, ведь большинство евреев сегодня просто не верят, поэтому и не соблюдают. А они как раз верят. Многие из них даже каждую субботу ездят в синагогу. Ездят на машине причем. Но паркуют подальше от синагоги, чтобы не заметно было. Причем в ортодоксальную синагогу обычно ездят. Очень модерную, обычно где-нибудь за городом. По-другому им не дойти до синагоги. Живут они обычно как среди неевреев полностью. Но они приезжают и слушают чтение Торы в субботу, молятся вроде. То есть они верующие люди, которые в основном верят в то же, что и ортодоксальные евреи. Но соблюдают очень мало из этого. Так я помню этот разговор. Это было очень-очень давно. Я еще сам тогда только начинал соблюдать. Это было больше 25 лет назад. Я его спросил, но вы же верите, почему же вы не соблюдаете? Я был такой наивный, что я думал, что если люди неверующие, ну понятно. Если они верят, что Тору дал нам Всевышний, они, значит, не соблюдают. А есть люди, которые верят. Он-то верит, так почему не соблюдают? Написано же, что Всевышний добрый, он говорит. Уже человек не молодой. Его самому за 50, может быть, было, в самом случае, за 40. Говорит, написано, что Всевышний добрый. Вот умру и узнаю, добрый он на самом деле нет. То есть он надеется, что Всевышний, так сказать, ему скосит все его грехи каким-то образом, что он будет ломать большинство заповедей. А он действительно ломает большинство заповедей, он не соблюдает почти ничего. Но, во всяком случае, он ближе к религии, он верующий человек. Надеется, что Всевышний как-то его простит. Надеется, что скосит его все плохое, что он сделал. Это не подход Торы, не подход здесь стиха книги Мишлей. Наоборот, нам нужно учиться, что за все придется давать отчет. Если уж праведников Всевышний так строго судят, то уж тем более никак не избежать наказания грешникам и злодеям. Если вам нравится это видео, жмите лайк. Субтитры создавал DimaTorzok